Программа «Вечер во Владимире» продолжает вечерний зефир. Работаем мы в прямом эфире, телефон в студии 44-40-47, а я знакомлю вас с нашей гостью. Это Олеся Цеглова, руководитель коллектива «Владимирская вечера». Будем говорить сегодня о святках, о забавах и традициях. Здравствуйте, Олеся. Добрый вечер. Расскажите о периоде святок, с какого времени, по какой он не длится, и какое место именно святочный период занимал в жизни наших предков. Это очень интересное время, когда день становится самым коротким, ночь становится самой длинной, и нарождается новое солнце. В этот момент считается, что ближе всего то время загадок, когда можно получить ответы на вопросы, когда можно поговорить с предками, они тебя услышат, и с этим связаны в том числе и обряды выжигания костров, как называется, предков греть или стариков греть, в разных местах это зафиксировано. И также это есть и в христианской традиции, это посвящено тоже нескольким мученикам. И, собственно, в святочный период люди гадали, люди могли ходить друг к другу в гости. Это было время карнавала, когда люди делали маски, когда люди рядились, и когда они представляли духов природы, которые окружают нас, как считали люди раньше. Они могли приходить друг к другу в гости, они могли прокразничать, они могли приносить благость, но они приходили с хорошим, добрым словом, с пожеланиями радости, пожеланиями добра, счастья и богатства. И считалось, чем больше тебе ряженые пожелают, чем больше и лучше ты их одаришь, тем лучше у тебя этот год пройдет. Обижать ряженых было нельзя, потому что они могли нажелать и чего-нибудь такого еще, что деда с печи стащим и в снегу закопаем. Могли они проказничать, могли закидать снегом окна, и так, что люди утро ждут, а утра нет, потому что вот так вот они, например, пожадничали для ряженых. Или могут они наказать сварливых людей, ворваться, к примеру, в избу, набедокурить там, но, так скажем, не по злобе, а провести воспитательную работу, если эти люди действительно заслужили такое отношение. Могли вообще сани затащить на крышу, чтобы хозяева думали, как оттуда их снимать. Вообще это очень интересное время, и здесь очень много чего можно представить. А вот ко всем ли в дом можно было ходить? Или тоже существовали какие-то традиции, какие-то правила? Ну, сейчас, если мы ходим в гости, то уже по заранее договоренности, как правило. А раньше, да, раньше ряженые могли зайти в каждый дом, потому что они представляли не себя, они представляли предков, они представляли тех духов, которые окружали, как считали раньше люди. И их прогнать было нельзя, потому что если ты их прогонишь, ты их обидишь. Но это не те твои соседи, это кто-то, кто пришел к тебе, от кого зависит твоя жизнь. Как ты весной посеешь все, как это все летом взойдет, как ты пойдешь в лес на охоту. То есть ряжение – это отголоски мистериальных вещей, которые сохранились в древнейших времен. Поэтому можно было зайти абсолютно каждому, и каждый должен был оказать почтение кредовщикам. А вот почему святки называются именно святками? Потому что у нас святые вечера, нарождается Христос, и здесь указывается во многих колядках три дня. Что первый день – это Христово Рождество, второй день – это Васильев Вечер, и третий день – это Крещение. И вот именно в это время считается, что Господь открывает небо по случаю рождения Иисуса. И все те силы природы, которые находятся все остальное время в определенных условиях, они получают разгул, и они за вот эту неделю могут куролесить, могут делать все, что угодно, и на это нельзя обижаться. Поэтому это называется Святые Вечера. Есть еще название Страшные Вечера, потому что страшные или страстные. Потому что страшно же, например, смотреть девушке в зеркало, выглядывать своего суженого, а вдруг оттуда кто-нибудь явится. Или же было гадание, когда девушки могли ходить, например, за авин, или куда-нибудь к соседней избе, темной ночью в одиночку, подслушивать под окнами, или слушать, смотреть, как где-то что-то в авине или в сарае скрипит. А парни могли об этом узнать, могли подкрасться, могли еще и напугать, и девки с визгом разбегались. Поэтому это нормально. Люди любили себе щекотать нервы, особенно молодежь. Но всем людям хочется знать, а что будет. Хотя, с другой стороны, церковь это не одобряет, потому что на все воле Божьей. Ну, вот это и есть у нас традиции. Вот расскажите все-таки о калядках немножечко подробнее. Вот калядовать можно было весь период святок? Весь период святок калядовали. То есть сначала с Рождества Христова и до Крещения. Ходили дети. Начиналось с того, что ранним утром могли прийти дети. Детки посевали пружие. Обычно такие калядки содержат слова, что «сею, вею, посеваю, с Новым годом, поздравляю». Могли зайти ногами, могли встать ради уважения хозяев на колени, на коленях зайти в дом и при этом разбрасывали зерна. И пели все левее посевая, с Новым годом, поздравляю, как бы посевая зерна новой счастливой жизни вот в этом году. Деты, как правило, награждали конфетками, и они убегали в школу. То есть это вот уже наследие советского периода, как рассказывали старики, вот как вот это вот осталось. А уже потом, ближе к вечеру, и молодежь начинала редиться и ходить, проказничать. И старшие люди точно так же, девушки переодевались в мужчин, парни переодевались в вап. Это допускалось, но только именно вот в эти моменты, когда был деревенский карнавал, как мы сейчас вот называем. А так, конечно, очень строго было все раньше. Нельзя было лишнего сказать, лишнего пройти, лишнего сделать. Но, с другой стороны, во время святок можно было, так сказать, вернуть эмоциональный долг тому, кто тебя либо обидел, либо кто тебе сделал что-то хорошо, пришел ему, нажал всего хорошего, и пускай человек живет дальше спокойно. Но все равно же вот к колядованию надо готовиться было. Делали маски, наряжались костюмы определенные. Вот по какому принципу создавались маски и какие это были персонажи? О, это вообще очень интересно. Вот про меня лучше может рассказать вот эта книга, она называется «Герой коляды», автор Андрей Гусельников. Это очень интересный человек, фейклорист, практик, педагог, который в этой книге рассказал о том, какие маски существуют, как они делались. А вот здесь как раз есть маски из луба, маски из кожи, маски из бересты. То есть делались с подручных материалов. И здесь как раз указано, какие были люди. То есть это может быть черт, это может быть леший, как дух природы, это может быть умрун, как символ старого года. Играют же в покойника, например. А вот придумывали вот этих духов или просто, например, вот есть, так скажем, какой-то, может быть, негласный список, что вот есть такой-то дух, такой-то дух, ну вот наших предков было, и маски уже подбирали в зависимости от этого? Ну, как правило, кто это был? Это были либо статусные и значимые люди на селе, то есть это мог быть образ попа, это мог быть образ староста, это мог быть образ князя или образ царя, это мог быть образ, например, колдуна-колдуньи, тоже такое было, это мог быть образ какого-то гостя заморского, лях, швед, поляк, казак, солдат, врач, лекарь, то есть люди переоблачались в другую личину. Почему это называется маска или называется личина? Потому что это образ, это образ, и человек мог в этом образе что-то показать, что-то сделать, и каждый отыгрывал свою роль. Сейчас, например, по рассказам того же самого Андрея, он колядовал в прошлом году, облачившись в старую милицейскую форму. Ну вот просто, что нашел, с тем он пошел колядовать. И тоже получилось очень интересно. Поэтому мы не ограничены в архаичных образах, мы можем точно так же брать какие-то образы, их обыгрывать, тех, кто есть с нами здесь и сейчас. Но делать это вот в таком вот комическом варианте. А какие песни вот пели тогда на приколядовании? Какое у них в основном было содержание? Это прославление хозяев, это благодарность за текущий год и благодарность аванса пожеланий на год грядущий. Это благодарность за рождение Христа. Это могли быть и позитивные вещи, ну а если хозяева жадничали или вредничали, могли им чего-нибудь и такого пожелать. А не дашь пирога, мы корову за рога, не дашь пышку, свинью за лодыжку, мы печь пробьем, мы кутью пробьем. Добрый вечер. Вот так вот, собственно. А так вот, если, например, как звучали колядки? Какие-то колядки могли быть достаточно просты и доступны остальным, потому что один знает, например, текст, а остальные все подпевают рефреном. Ну и так далее. И, собственно, человеку, у которого подвешен язык, он мог вот так вот нажелать всего чего угодно, а остальные подпевают. Ну и, конечно, есть песни, которые славили Христа, которые благодарили за явление, за это чудо, и которые спевали именно вот этот праздник. Вот такие вот, например, были колядки. Были колядки простые, более короткие, например, для деток. Под лесом, лесом, под темным зеленым, Там шли и прошли семьсот мужиков, Данских казаков, они шли, блудили, Приблудили ко двору, к Емельянову двору. Добрый вечер. Емельян, господин, ты повыйди-ка сюда, Ты повынеси-ка нам, Хочешь груш, хочешь кутью, хочешь копеечку, А не дашь пирога, мы корову за рога, А не дашь пышку, свинью за лодыжку, Мы печь пробьем, мы кутью прольем. Добрый вечер. Вот так. То есть и вымогали ходили, Что дай-ка нам там денежку, Дай-ка нам кусочек, Дай-ка нам чего-нибудь вкусного. Ну и, как правило, все уже знали, Что люди ходят, Что и откупались от колядовщиков, А потом колядовщики набирали все это в мешок, Был специальный механоша, Который вот это все таскал, И потом молодежь уходила куда-нибудь в избу, Или же где-нибудь на улице, Они это дели все съедали, Играли, танцевали, И праздновали вот это все это время. Расскажите о гаданиях в святке. Гадание это очень весная такая вещь, То есть с одной стороны, конечно, С точки зрения церкви это грех, Смотреть, что будет дальше, А с другой стороны, ну все равно, Хочется как-то что-то сделать. И вот одно из распространенных гаданий, Это топление воска. Кто-то говорил, что, Кто-то призывал дымового, например, Когда девки уходили в авин, Они ставили миску с молоком на порог, Призывали домовой хозяин мой, Приди ко мне, попить молочка, Поесть воск. И вот с этим они начинали гадать. А здесь я вам могу предложить, Пожалуйста. Что нужно сделать? Нужно взять ложку, Нужно положить своей рукой Несколько кусочков воска. Так достаточно? Ну да, достаточно. Поддержать над свечкой, Подождать, пока воск растопится. Как правило, это буквально минутки-полторы, Потому что воск туется достаточно быстро. В это время подумать, например, Что бы вам хотелось узнать. О чем? Кто-то гадает на любовь, Кто-то гадает на деньги, Кто-то гадает на какие-то другие вещи. Ну, у каждого свое. А кому-то просто интересно наблюдать за тем, Как воск топится, Как он превращается в другое состояние. И после того, когда воск разойдется, Можно будет в чашку с водой Одним махом взять и вылить Вот это содержимое ложки. Ну, пока воск топится, Мы можем рассказать о других гаданиях. Да, да. Гаданий была масса. Девушки, гуляя по улице, Могли подойти к забору, Обнять штакетину, например, И загадать какой-то вопрос. И вот сколько палок между руками поместится, Сколько штакетин. То есть, если нечетное количество желаний сбудется, Если четное, то не сбудется. Не совсем. Ну, и тогда девушка могла перезагадать, Она могла отойти в другую сторону, Еще раз обреть, а вдруг получится. Кидали валенки. В какую сторону нос покажет, Или у сапога, В той стороне, значит, живет милый. Слушали, где залает собачка. Задумывали о том, где мой миленький живет. Залает золая собачка оттуда, И вот где мой миленький живет. И вот где собачка залает, Значит, от той стороны приедут с ватой. Потом были распространены Гадания с курицей или с петухом. Когда раскладывали Мелкие монетки, Золотое колечко, Мисочку с водой, Баночку, может быть, с гвоздиком Или еще с чем-то, Печинку. То есть это сухая глина Либо вот опечь его, То есть печки, что вот отковыряют. Могли положить уголек. Заходили во двор, Брали курицу, Ну или заранее птичку приносили. Ставили ее на стол. И вот что она клюнет, Такой будет и муж потом. И причем, Я, конечно, не проверяла, Я на это не гадала. Но говорят, что сбывается. То есть если клюнет денежку, Значит, муж будет богат. И если клюнет мелочь, Значит, ну будете жить нормально, Но перебиваться вот так вот. Если будет пить воду, Значит, муж будет пьяницей. Если клюнет печинку, То тогда могут быть какие-то сложности. Ну, собственно, вот так вот. А если, например, Девушка одна рассказывала, Что я взяла птицу, Приношу, а это петуха, не курица. Вот так и унесла обратно. Ну, значит, у нее суженый будет уже женат. Ну и оказалось, что она встретилась потом И вышла замуж за вдовца. Ну, жили долго и счастливо. А воск у нас готов. Я вливаю. Да. И все, не мешаем ничего. И пусть он там поплавает. С ложки все остальное стечет. И будем смотреть, думать, На что это похоже. Можете, если хотите, Вот так вот взять пальчиком водитель. Я про деньги загадывала. Сейчас посмотрим. Вообще, конечно, Это мы сейчас взяли воск мало. То есть желательно взять ложку поглубже И побольше наложить, Чтобы такая хорошая клякса получилась. Потому что потом, Когда эта клякса застынет, Мы сможем посмотреть, Во-первых, вот так вот. На что похоже. Там получаются целые такие пейзажи. И потом, Вот здесь у нас свечечка такая маленькая, Скромная. А если брать старые свечи, Которые были толстые, Их подносили вот таким вот образом к стене. И между стеной и свечкой Смотрели, Какие будут тени от вот этой фигурки. И там разворачивалась целая картина. Причем, Если это что-то хорошее, Это можно оставить. И хранить до следующего года. Если что-то вы видите, Что вам не понравится, Вы просите прощения, Берете это с благодарностью, Ломаете и куда-нибудь закапываете. Еще одно интересное гадание было, Когда брали сковороду, Или что-то большой чугунок, Переворачивали его, Брали газету или большой кусок бумаги, Сминали, Опять же, Это делалось в темноте, При свете свечи. И поджигали эту газету. Сгорая, Она дает живые теми. И здесь разворачиваются Целые интересные истории. Ну, опять же, Желательно это делать там, Где ничего не загорится. В квартире это дело затруднительно, Но, опять же, Это существовало, И вот так пытались узнать, Отродиться, Что будет дальше. Вот какие-то приметы святочные Существовали, Например, За погодой, может быть, Наблюдали, Или еще за какими-то явлениями. Наблюдали за дымом, Наблюдали за солнцем, Наблюдали за снегом. Вот у нас сейчас зима В этом сезоне прекрасная. Вы заметили, Какой белый снег? Обычно день-два, И он уже грязный, Он уже весь в песке, Он уже весь в саже. Нас сейчас радует Чистым белым снегом. Каждый день. И значит, Если много снега, А причем зима такая мягкая все-таки, Значит, Будет много хлеба, Значит, Год будет богатый, Значит, Он будет благополучный. Поэтому мы на это Очень сильно надеемся, Мы на это рассчитываем. Но опять же, Примечали в особенные дни, Как себя солнышко ведет. То есть, День пасмурный, Или день ясный. Солнышко играет на небе, Или же оно прячется за точки. И по определенным дням Судили по месяцам. Ну, Мы с вами прогноз погоды Смотрим каждый день, Но если брать глобально, Мы очень надеемся, Что и лето у нас будет Такой же прекрасный, И весна у нас будет чудесной, И год у нас тоже будет хороший. У нас осталась одна минутка От эфира буквально. Хочу вам напоследок Задать вопрос. Как вам кажется, Почему вот эти традиции Важно не забывать, И важно, может быть, Помнить о них, И, может быть, Что-то переносить в нашу жизнь? Помнить важно свои корни В принципе, всегда и везде. Потому что народ без корней Становится почвой Для прорастания другого народа. Сейчас, если посмотреть Государственные документы По воспитанию, Идет везде апелляция Именно к традиции, К традиционным семейным ценностям, К базовым национальным ценностям. Потому что это то, Что связывает нас Независимо от того, В каком веке мы живем, Сколько у нас денег в кармане, Как мы относимся к другим людям, Какого мы вероисповедания, Сколько нам лет, Чем мы занимаемся и так далее. Но, как сказал президент В послании к федеральному собранию, Очень ценностями являются Забота о младших и старших, Любовь и верность между супругами И передача традиций С поколения в поколение. И, соответственно, Мы это и должны помнить. Потому что еще все вот эти вещи, Они носят еще и характер Восполнение недостатка общения. Они могут помочь человеку Само выразиться. А нам сейчас общения не хватает, Мы уходим в интернет. А здесь мы можем Примерить на себя Другую маску, Мы можем попробовать Поводить в хозу. Мы можем попробовать Побыть кем-то еще, Купцом или еще что-то. Это позволяет нам Отступиться от того, В чем мы живем. И этот релаксационный Фокус внимания, Он тоже очень важен Для современного человека. Спасибо большое, Что пришли к нам сегодня в гости И поделились с нашими Телезрителями кусочком традиции. А вы будете смотреть, Что у вас там получилось? Да, мы с вами после эфира посмотрим, Попробуем растолковать. Субтитры сделал DimaTorzok